Что-то происходит с обществом, где с детьми обращаются подобным образом. Кого-то как мусор выкидывают из окон, новорожденных оставляют в коробке на трескучем морозе, а сколько малышей запирают голодными в доме, не говоря уже о многочисленных фактах избиения. Каждый год в среднем две тысячи детей в России гибнут или получают тяжкие травмы именно в своих семьях. Сто тысяч детей ежегодно остаются без родительской опеки. В центр гармонии попадают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Каждый из них пережил физическое и психологическое насилие. Некоторые из-за стресса пытались покончить с собой. Здесь ребята проходят реабилитацию. Замкнутых или, напротив, слишком агрессивных детей приводят в нормальное состояние. Беседы с психологом, творческие занятия, да просто хорошее питание и доброе отношение педагогов. Все это дает положительный результат. Ребенок на самом деле начинает верить в себя, начинает снимать себя ответственность за происшедшее с ним, потому что очень часто дети так делают, они считают, что они виноваты. А на самом деле во всем, что происходит рядом с ребенком, у нас взрослый, он несет за всю ответственность. А пока пострадавшие дети проходят реабилитацию, взрослые обсуждают, как же предотвратить жестокое обращение с детьми. Своим опытом с коллегами делится московский специалист. Наш фонд в течение последних лет провел исследование лучших российских практик в сфере профилактики социального сиротства. И попробовали выбрать те механизмы, которые на самом деле работают не эффектно, но эффективно. С жестоким обращением с детьми надо бороться всем миром. Не быть равнодушным, не оставлять без внимания любые проявления еще только назревающего кризиса в семье. Оценивать всевозможные риски и принимать профилактические меры. Работа, она в первую очередь на цели на превентивные меры. То есть мы должны предупредить, мы должны работать на ранние выявления для того, чтобы как можно больше приложить совместных усилий на снижение вот этих случаев жестокого обращения с детьми. Кстати, для помощи несовершеннолетним круглосуточно работает детский телефон доверия 8 800 2 122. Анна Золотухина, Виктор Яковлев, Новости дня.